Местные производители молочной продукции впервые за многие годы наконец-то подсчитывают не убытки, а прибыль. Только объемы произведенного молока за последние 9 месяцев увеличились более чем на 100 тонн. Фермеры говорят, показатель впечатляющий. Столь значимый рост объясняется просто. С июля этого года в субъекте заработала обновленная программа поддержки сельхозпредприятий. Администрация округа теперь покрывает все убытки производителей молочной продукции. И выгода здесь двойная. Во-первых, продукция подешевела, что сказалось на объемах продаж. Во-вторых, у фермерских хозяйств появилась возможность заполнять прилавки новым товаром. Пакет молока за 25 рублей полкило сметаны всего за 100. Это тот редкий случай, когда цена действительно радует глаз. В магазине агропромышленной компании очередь уже давно дело привычное, признаются продавцы. Приобрести местную молочную продукцию люди стремятся пораньше, желательно с утра, ведь уже после обеда ее просто может не оказаться. Сейчас я покупал масло и творог 130 рублей. Но это нормально по сути? Нормально, да. Не бывал интерес продукции АПК, НРИНМАРцы проявили летом, когда ценник упал чуть ли не в разы. Именно в июле администрация округа запустила обновленную программу по поддержке производителей молочной продукции. Политики изменили подход к самому субсидированию. Существующие дотации они объединили в одну единую. После зафиксировали цены. Результата ждать долго не пришлось. Когда ввели такой порядок субсидирования, да, это отразилось на предприятии положительном. Потому что ранее субсидии были ниже, их было больше, расчет субсидий был сложнее. А так как с июля месяца зафиксировали цены практически на все виды продукции, да, спрос на нашу продукцию возрос. У нас нет проблем с реализацией. Сейчас в агропромышленной компании подумывают о том, чтобы увеличить ассортимент продукции. Ведь теперь это вполне реально. Убытков предприятия не ощущает, да и спрос покупательский уже не тот. Это очень хорошо, потому что даже мы сейчас стали чаще, очень часто стали покупать молоко. Вот именно в Иркутской. Очень важно. Но как молоко-то нужно ведь употреблять и детям, и взрослым надо нам, и старикам. И всем вообще надо молочную продукцию. Как? Обязательно. Это хорошо, что субсидируют. Новая программа разработана так, чтобы субсидия распространялась на каждый вид реализуемой продукции. То есть, если раньше бюджет округа платил только за молоко, то сейчас и за сметану, творог и даже сливки. Сельскохозяйственные предприятия тут же обрели стабильный рынок сбыта. Положительным эффектом явилось то, что хозяйство увеличили объем реализации молока. Ну и понятно, что получая субсидию, они улучшали каким-то образом свое финансово-экономическое состояние. Но помимо вот этого эффекта, был еще эффект социальный. То есть, население округа получило возможность приобретать молоко по более дешевой цене. Сельхоз предприятия, что в населенных пунктах, теперь тоже живут по-другому. Как только ценник на продукцию пополз вниз, местное население стало чаще заглядывать в молочные лавки. Ведь чем больше компания реализует продукции, тем больше получает дотаций. Тем временем предприниматели в стороне кусают локти. Все чаще молочную продукцию население выбирает у местных производителей. Впрочем, к примеру, акционерное общество «Вита» спада в реализации особо не ощутило. Хотя на них субсидия не распространяется и товар не продают по своей цене. В компании уверены, покупателям удается держать большим ассортиментом. Я говорю, что у них дотация. У нас как бы дотации на некоторую продукцию нет. Но все равно они говорят, что что-то у нас вкуснее, чем у них. Они когда приходят, они берут всего по одному, что больше им нравится. Но чаще всего они берут йогурт обезжиренный и кефир обезжиренный. Благодаря новой поддержке сельхозпредприятий, Неницкий округ рассчитывает, во-первых, увеличить поголовье, а во-вторых, полностью обеспечить население региона местной молочной продукцией. Статистика показывает, сейчас ее употребляют почти 50% жителей НАО. Так что еще есть куда стремиться. Олег Танзийский, Александр Дуркин, Телеканал Север.